Дмитрий Анатольевич Я думаю, что заявление Медведева о том, что переговоры зашли в тупик, было абсолютно оправданно, потому что оно отражает реальность. Они действительно зашли в тупик, и причина этого тупика состоит в том, что Соединенные Штаты Америки приняли решение устанавливать противоракетную оборону, грубо говоря, независимо от позиции России. То есть Россия не должна быть допущена к процессу принятия решений по противоракетной обороне и к процессу практической реализации плана противоракетной обороны. Собственно, вот об этом и было то заявление представителя Госдепартамента США, которое было сделано в декабре месяце. С другой стороны, тема сохраняется. От того, что тема зашла в тупик, это не значит, что ее нет. Вот как ближневосточный кризис давно зашел в тупик, как мы с вами знаем. Вот сколько мы с вами живем, все здесь практически, ближневосточный, вопрос находится в тупике. Но от этого он не перестает существовать. И периодически кто-то говорит, ну надо что-то с этим делать, да, и предпринимаются какие-то усилия. Иногда более успешные, а до менее успешные. И есть даже какие-то результаты. Так вот, я думаю, что от фиксации того факта, что вопрос находится в тупике, он не исчезает. И вместе с тем, и Россия, и Соединенные Штаты, на самом деле, ну я сейчас говорю о Соединенных Штатах, администрация Обамы, Обама, конечно, по сравнению с кандидатами республиканцев на российском направлении выглядит гораздо более выигрышно, естественно, особенно после таких заявлений Ромни. Так вот, администрация Соединенных Штатов и руководство Российской Федерации, мне кажется, не заинтересованы в какой-то конфронтации политической. Причины понятны. Мы живем не в эпоху Холодной войны, и мы нужны друг другу. Ясно, что Соединенные Штаты не способны проводить внешнюю политику в одиночку, и те цели, которые они перед собой ставят, они требуют взаимодействия с другими государствами. Так? Ну хотя бы та же цель – не распространение ядерного оружия. И точно так же понятно, что Российской Федерации совершенно не нужна конфронтация с Соединенными Штатами как самым влиятельным членом Западного Альянса, государством, которое имеет очень большие возможности по проведению своей политики в международных организациях, международных экономических организациях. Для нас экономическое развитие приоритетным сегодня является. И поэтому отношения с Америкой, конечно, мы заинтересованы в конструктивных, в разумных отношениях с Соединенными Штатами. И вот мы приходим к фиксации того, что ситуация про находится в тупике. Что мы делаем дальше? Один вариант сказать – ну всё, тупик, всё. Другой вариант сказать – давайте посмотрим, что можно будет сделать в будущем. Понятно, что в предвыборный год США ничего сделано быть не может. Это очевидно. Значит, как можно попытаться вернуться к этой теме в более благоприятной обстановке, не похоронив тему совсем? Это передать её на рассмотрение технических экспертов. Потому что технические эксперты будут заниматься такими вопросами, которые мы с вами на пресс-конференции обсуждать не сможем. Даже не в силу того, что мы их не знаем, а просто в силу их крайней сложности. Либо вопросами, носящими сугубо технический характер. Например, будут ли нам Соединённые Штаты передавать данные о том, как будут ускоряться их ракеты-носители системы ПРО на каких-то разгонных там участках или на участках поражения возможных. Вот была такая идея, чтобы они нам передавали такие данные. Правда, эти данные мы можем сами получить, наблюдая за их испытаниями противоракет, мы можем получить с помощью нашей космической разведки. Но с другой стороны, если они нам будут передавать такие данные, то как бы вроде увеличивается взаимное доверие. Одно дело мы сами их получаем, а другое дело мы получаем данные о той стране и можем проверить достоверность этих данных. Это маленький фактор взаимного доверия. Поэтому я так думаю, что это дипломатический ход, нацеленный на то, чтобы, признавая крайнюю сложность этой темы, всё-таки не смиряться с тем, что она неразрешима. Допустить, что у неё есть некий ответ. Поскольку в силу политических обстоятельств, о которых мы уже говорили, сейчас этот ответ на неё найден быть не может, фактически два президента договорились о том, что они будут искать ответ этот в будущем. А сейчас технические специалисты изучат все параметры, которые могут быть обсуждены, по которым может быть какое-то взаимодействие и по которым может быть увеличена степень взаимного доверия. Потому что ведь на самом деле система ПРО, если говорить серьёзно, очень связана с доверием. Соединённые Штаты не собираются ставить систему ПРО от Великобритании, потому что немыслимо, чтобы Великобритания нанесла удар по Соединённым Штатам. Но они утверждают, что они хотят уберечься от других государств, которые могут поставить под сомнение безопасность Соединённых Штатов. И нам, учитывая всё-таки то, что мы очень длительный период находились в условиях Холодной войны, нам тоже нужно устанавливать вот это вот доверие. Как мы видим, на республиканском фланге предлагают исходить из доктрины автоматического недоверия. Россия враг номер один и всё. И не о чем тут говорить. На республиканском, на демократическом фланге ситуация несколько более сложная. Там нас тоже, на самом деле, конечно, воспринимают как важный геополитический фактор, который далеко не всегда согласен с Соединёнными Штатами по серьёзным вопросам мировой политики. Но возьмём хотя бы сирийский вопрос, по которому администрация Обама очень жёстко и моментами даже истерично критиковала позицию Российской Федерации. Но вместе с тем они также понимают, что в каких-то сферах нам нужно налаживать это доверие, что мы не можем идти по пути, фактически возвращения в период тотальной военно-политической конфронтации. И это, конечно, подход для нас и более приемлемый, и более многообещающий. Так что я думаю, что здесь делается пауза при сохранении некоторого диалога до того времени, когда этот вопрос может опять быть поставлен на политическую повестку дня и когда можно попытаться посмотреть, есть ли хоть какие-то точки возможного соприкосновения, которые позволят предотвратить появление ситуации, когда проб превратится в яблоко раздора, окончательно превратится в яблоко раздора между Москвой и Вашингтоном. В аббревиатуре ПРО существует еще такая приставочка Евро, но разговоры, как известно, ведутся исключительно с американцами. Вообще вот этот фактор Европы как-то присутствует в данной проблеме? Фактор Европы присутствует, потому что эта система ПРО будет установлена на территории европейских государств. Первая причина и вторая причина – это система, в которой в силу, опять же, географического фактора будут принимать участие другие страны НАТО. И, как вы знаете, первый кризис вокруг американской системы ПРО в Европе возник тогда, когда администрация Буша приняла решение разместить базу противоракет в Польше, недалеко от наших границ, и поставить мощнейший радар, способный просматривать всю европейскую часть территории России под Прагой. Вот, собственно, тогда начался этот кризис, и начался он именно с того, что Восточную Европу собирались ввести в эту систему. Новые планы размещения систем противоракетной обороны предполагают размещение этих систем в Чёрном море, в Балтийском море. Будет также использована территория Румынии, возможно, опять будет использована территория Польши. Так что, конечно, европейский фактор здесь присутствует. Вот, если вы обратили внимание, заявление по Европро делало германское руководство, в частности. Европейцы вообще склоняются скорее к тому, чтобы как-то включить Россию в эту систему в той или иной форме. В содержательной или в символической, но найти какой-то общий язык здесь с Российской Федерацией – это понятно. Европейцам тоже не хочется иметь с нами, так сказать, серьёзный политический конфликт по этому поводу. И, повторяю, в целом они играют скорее роль смягчающую вот в этом споре, который у нас развернулся Соединёнными Штатами Америки. Но не все. Восточноевропейские государства скорее играют роль ужесточающую, так сказать. Они настаивают на том, что… Кстати, в восточноевропейской печати вы можете прочитать то, что вы не прочитаете в печати западноевропейских стран. Потому что там везде говорится о том, что речь идёт о внешних угрозах, например, об угрозе страны Ирана. Тогда как в восточноевропейской печати там не стесняются и пишут о том, что и угроза исходит со стороны России, и это про должно быть направлено против России. Естественно, это не официальные заявления. Но эти публикации вы можете встретить в печати восточноевропейских государств. И восточноевропейские государства, они постоянно подстёгивают сторонников ИПРО и в Западной Европе, и в самих Соединённых Штатах к тому, что это необходимо сделать для того, чтобы обезопасить Европу от такой вот большой, непредсказуемой и потенциально опасной страны, как Россия. Так что европейский фактор здесь есть, и он неоднозначен, я бы сказал. Если западноевропейские руководители, во всяком случае некоторые, скорее выступают за то, чтобы Россия была частью системы противоракетной обороны, чтобы мы нашли здесь общий язык, то восточноевропейские руководители, опять же, не все, но некоторые, настаивают как раз на том, чтобы ни в коем случае Российская Федерация не участвовала ни в каком виде, не в виде даже обмена информацией, ни в каком-то другом виде, в деятельности этой системы.